Этот огромный асфальтоукладчик способен прокладывать до 700 тонн свежего асфальта в час. Для сравнения, столько вмещают 40 КамАЗов. Несмотря на внешнюю брутальность, управляется машина всего с нескольких рычагов и кнопок, похожих на компьютерный джойстик. Водитель асфальтоукладчика Равиль Гайсен рассказывает, не техника, а мечта. Асфальт, уложенный с помощью такой машины, простоит больше 10 лет. В паре с каптом плотность большая, ну и лежать будет долго асфальт. В Озерске стартовал масштабный ремонт дорог. В эти дни работы уже идут на нескольких улицах города, а также трассе Озерск-Кыштым и автодорогах микрорайона Татыш. Успеть предстоит многое, только за это лето по контрактам необходимо уложить более 30 квадратных километров асфальта. Сейчас зависит от погоды. Материал у нас есть, работаем асфальтом нашего АБЗ, АБЗ ГУПО «Маяк». Помогают коллеги со Снежинская. В принципе, работа все плановая. Сумма, которую власти намерены потратить на карточные и капитальные дорожные работы в этом году, превышает 100 миллионов рублей. Освоить эти деньги нужно успеть до конца лета с одной только поправкой на погоду. Если мы хотя бы один год пропустим и немножко меньше выделим средств на ремонт, и немножко меньше будем обращать на это внимание, то, к сожалению, это потом аукается очень сильно и потребуются значительные средства для того, чтобы нагнать те упущенные промежутки времени, когда, например, это недостаточное финансирование осуществляется. Поэтому мы стараемся на протяжении последних нескольких лет не снижать объем финансирования, по крайней мере, карточных ремонтов, но и стараемся в области все-таки добиться дополнительного финансирования на капитальный ремонт дорог Озерского городского округа. В ближайшие дни новый асфальт начнут укладывать и на улице Мишенков в Озерске. А вот в микрорайоне Татыш произошла небольшая задержка работ из-за подрядчика. Там челябинская фирма пока не привезла асфальт, однако власти надеются, что уже в 20-х числах июня там тоже закипит работа. Артем Шуварин, информационный центр производственного объединения «Маяк».